Девочки, всем доброе утро! Начинаю записывать новый влог. Сегодня у нас воскресенье, 23 февраля. Я уже сделала масочку с витамином С тканевую. Вы меня часто спрашиваете, как часто я делаю маски. Я делаю маски очень часто, где-то через день, через два дня. Делаю утром очищающую и вечером тканевую, чтобы увлажнить кожу. И мне нравится эффект. Кожа такая, знаете, чистая и увлажненная, и подтянутая. В общем, как-то так. Но сегодня у нас утро, и мне почему-то захотелось сделать тканевую маску и как следует увлажнить кожу, потому что вчера я себе позволила слишком много лишнего. Съела много соленой рыбки, и, как-то, знаете, кожа обезвожена. Как мне показалось, я как-то подпухла, налилась. В общем, конечно, видон еще тот был с утра. Поэтому я вот сделала себе такой вот релакс после субботнего вечера. Вот, и сейчас буду заниматься уборкой, как обычно. После будет закуп продуктов. Вот, и такой, знаете, спокойный день. Может, в кино сходим, посмотрим. В общем, всем приветики. Вот, я уже вещаю с машины. И только что была в магазине полезного питания. Это вегетарианский магазин, веганский. Там всякие полезные суперфуды. Набрала пакетик. Но на самом деле я ехала туда за кокосовой мукой. Закончилось. Я делаю на кокосовой муке сырники. Получается очень вкусно. Я вот так тепло одета, на самом деле, в кавычках. Вот, но на улице достаточно прохладно. Поэтому я так, знаете, перебежками. Вот, также купила очень крутой костюм. Наконец-то я нашла то, что я искала. И вам не снимала, потому что это было, на самом деле, очень быстро. Я увидела его в сторис в одном магазине. Вот, заехала, померила. Мне он подошел, я его купила. Обожаю, на самом деле, когда шопинг происходит именно так. Когда не нужно часами ласкаться по магазинам. Заехал, купил. Все круто. Вот, поэтому я довольная. Где-то домой. Сейчас еще заедем, наверное, куда-то покушаем. И домой. Потому что домашние дела никто не отменял. Еще нужно поработать, успеть. Вот, хотели в кинотеатр на джентльмены. Но сеанс достаточно поздно вечером. Ну, как поздно, в 5 часов вечера. То есть, как-то надо либо домой ехать, либо где-то торчать до 5. Поэтому, скорее всего, перенесем. Вот, так что вот такие вот новости. Закупку я вам на этой неделе не делала. Потому что так покупали, на самом деле, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И сейчас заехали на рынок. Купили только то, что закончилось. Там буквально чуть-чуть. Вот. Ну, если вам интересно. Я знаю, что вы часто мне пишите в директ. Потому что снимать, снимать. Это интересно. Всем интересна бытовая рутина. Ну, я, в принципе, тоже грешу таким. Люблю смотреть девочек. Поэтому обязательно вам покажу дома. Так, девочки, показываю быстро вам, что купила. Так, здесь мой костюм. Покажу вам его, наверное, на себе. Это я мало накупила штанишки. На фисе очень мне понравились. Проходила просто мимо. Вот такие вот. И там мой костюм. Клетка. Так, здесь у нас, видите, совершенно мало. Это я чисто докупила, что есть. Я купила три таких вот безлактозных упаковки молочка. И вот ворожок, как обычно. Ну, вот. Здесь я два десятка яиц. Яйца у меня идут каждый божий день. Я обычно делаю с ними салат или выпечку. Ну, как обычно, как и все. Пафету взяла у меня закончилось. И мой любимый еще сырочек. И тут у меня потолочное масло. Такой вот у меня небольшой закуп. Оказываю, что я купила в вегетарианской ладони. Тут бумажный пакет. То, собственно говоря, зачем я ехала. Это такая вот кокосовая мука. Здесь 500 грамм. Нет, 250 грамм вру. Очень классная. Мне ее хватило очень-очень надолго. Наверное, года на пол. Учитывая то, что я постоянно делаю сырнички. В общем, очень вкусно. Она высокопротеиновая, белковая. Очень классная. Пахнет кокосом. Вот просто рай для тех, кто любит кокосик. Класс. Дальше. Взяла такие вот фельдничные чипсы, снеки. Продавщица, которая там была, консультант, посоветовала. Говорит, что это безумно вкусно. Ну, вот в качестве перекуса. Я решила попробовать. Такой вот взяла пастилу сливовую. Здесь у нас 30 грамм, по-моему. Тоже этой фирмы. С чайком завтра будут кашутки. Такая вот штука. Это чечевица. Я буду делать либо суп, либо котлеты. В общем, честно, никогда в жизни, по-моему, я чечевицу не пробовала. Очень интересно будет протестить. Потом вам расскажу, покажу рецепт, если понравится. Ну, должно быть вкусно. Там посмотрим. А еще у меня тут целая коробка фаберлик. Вот только забрала с почты. Сейчас буду вместе с вами распаковывать. Вы знаете, давно я не заказывала никакую косметику. Я вам уже говорила, что мне, как моему консультанту, начислили подарочных 400 гривен. В итоге я взяла на 800. И мне сделали 100% скидку, то есть минус 400. Я заплатила за заказ 286 гривен уже с доставкой. Представляете, насколько круто? То есть еще там минус 20% подарочных. То есть по ценам каталога вы заказываете на 800. Платите 286. По-моему, огонь. Как раз все то, что я давно хотела попробовать. Здесь и косметика для дома, и всякие штучки. В общем, давайте посмотрим. Так, я уже распаковала коробочку. И давайте смотреть, что же я заказала. Каталог мне положили. Очень интересно. Хочу почитать, пролистать. Впереди у нас 8 марта. Может быть, что-то закажу. Так, первое, что мне попадается, это такое вот огромное бадья, средство для мытья посуды. Видите, даже можно для детей. Я даже не знала, кстати. Я заказала с красным грибфруктом. Грибфрукт. Грибфрут. Надеюсь, запах будет хороший. Очень много кто хвалил средства для посуды. Мне тоже стало интересно попробовать. Цена адекватная. 52 гривны. Здесь очень классный объем. Надеюсь, он мне понравится. Да, кстати, кто сидит на Фаберлике, кто знает какие-то классные продукты для дома, для вообще, для чего-то там, обязательно напишите мне в комментариях. Буду вам безумно признательна. Далее, средства для чистки духовок и плит. Давно я слышала хвалебные отзывы на эту серию. Тоже взяла попробовать. Что мне радует, так это объемы такие, увесистые банки. Ну, попробуем. Так, а дальше взяла мыло такое вот для рук с кофе. Тоже давно хотела попробовать. Я сижу на мыле, по-моему, какое же оно? Памолев для кухни зеленое. Мне оно нравится. Оно даже, вы знаете, убирает запахи от рыбы, вот руки, когда моешь огонь. Надеюсь, что это мыло тоже меня не разочарует. Интересно будет попробовать. Дальше. Такой вот шампунь взяла. Ботаника. Честно говоря, мне до заказа не хватало 50 гривен. Я не знала, что мне положить. И вот положила этот шампунь. Взяла для яркости и шелковистости, для окрашенных волос. Не знаю, сейчас понюхаю. Ну, пахнет травками. Гранаты я там, конечно, не чувствую, а вот какие-то такие травяные нотки чувствую. Дальше. Взяла попробовать такой вот таксиологи. Видела у кого-то из блогеров, на самом деле, на ютубе хвалили эту серию. Вот взяла попробовать. У меня мой корейский уход пока еще есть. Мизон под глаза. Но решила взять про запасик. Далее. В этой же линейке я взяла маску для лица. Мне стало интересно. У меня сейчас, знаете, такое происходит зачистка масок. На самом деле, как-то я их давно не заказывала, даже с белорусской косметики. И как-то они мне уже такие, знаете... Ну, захотелось, в общем, чего-то новенького. Они у меня потихоньку уже запасы мои редеют, так сказать. Поэтому вот решила взять такую масочку. Дальше у нас зубная паста, мягкое отбеливание. Тоже слышала очень много хвалебных отзывов на пасты от Фаберлик. Ну, не знаю, посмотрим. Стало интересно. Дальше. Дом Фаберлик. Взяла такой рандаш пятновыводитель универсальный. Мой спрей уже подходит к концу. В принципе, меня он устраивает. Мне он нравится. Карандаш я не пробовала. Также еще у них есть в виде порошка. Тоже не пробовала. Взяла такой вот крем, по-моему, да, увлажняющий мусс. Чем меня заинтересовал? Тем, что это мусс. Я люблю, знаете, такие легчайшие текстуры. Мне стало интересно. Тем более такое аппетитное название. Карамельная груша. Бьюти-кафе. Знаю, что все планы с правой. Дальше. Крем для чистки металлических поверхностей. Взяла специально для своих кастрюль и сковородок. Потому что есть такие вот у меня кастрюльки, которые такие металлические, да, и им нужен уход. Раньше я пользовалась содой. Но как-то, знаете, вот допустим, для чайника она меня вообще не спасала. Она не выводила пятна от чая. Вот какие-то жировые такие вот неприятные пятнышки, загрязнения. Вот решила попробовать. Дальше. Пробник такой вот маски. 60+. Бабушка может отдам. Дальше. Это у нас питательный крем для рук и ногтей. Взяла либо на подарки, либо вот, ну не знаю, тоже карамельная груша. Почему-то меня на грушу потянуло. Не знаю, посмотрим. А вот такой тоже вот 60+, еще одна маска. И такое вот лакомство ванильное. У меня когда-то был давно штрузель, по-моему. Вот, мне понравился. Хотя губы, знаете, это, конечно, не кармекс, который очень круто увлажняет. Это, знаете, такая более легкая текстура в плане того, что она увлажняет губы лишь, там, может, на минут 15-20. Ну, знаете, так по дому гонять намазал и приятно. Вот, поэтому вот такой вот у меня был небольшой заказик. Вы знаете, изначально я хотела заказать еще складное ведро. Но почему-то, когда я добавила в этот заказ, к сожалению, скидка моя не посчиталась. Не знаю почему. Поэтому, скорее всего, складное ведро я закажу уже в следующий раз. Не знаю почему, но мне почему-то хочется складное ведро. У кого, кстати, есть, там есть на 5 литров, на 10, напишите мне. Брать, не брать, в общем, стоит, не стоит. Я знаю, что у меня есть девочки, которые часто делают заказ по Берлик, являются консультантами. Поэтому буду вам признательна. Я тут начала новый блокнот. Короче говоря, этот у меня будет специально для планов марта. Моих каких-то заметок, практик. Я планирую очень интересный семинар. Через неделю пойду на такой интересный семинарчик. Кстати, связанный с едой. Вот, возьму этот блокнотчик. Написала уже планы. И оставила себе в этом месяце прочитать две книги. Не в этом марте. Ну, вот, начиная уже сейчас, 23 февраля. Я забрала вчера, как-нибудь, сам себе психолог. Вы знаете, на таком позитиве, на такой лёгкости я прочитала Елену Друму «Ты и деньги», что я решила ещё взять «Ты сама себе психолог». Самая первая её знаменитая книга. Я её начинала читать в электронном формате. Но, вы знаете, постепенно я от него отхожу. Я не знаю, почему, но мне удобнее как-то, если мы говорим о доме, да, о времяпровождении с чайком, то для меня имеет значение вот именно такой формат книги, печатный. Я не люблю электрон. Электронами я, наверное, пользуюсь больше, когда я в дороге, в очереди, в пробке, не знаю, где-то там стою и что-то жду. Вот, да, это очень удобно. Ну, а так, нету такой, знаете, такого трепета, когда ты переворачиваешь страницы, когда ты нюхаешь книгу, вот, не знаю. Всё-таки мне нравятся более бумажные книги. Ну, и, конечно же, книга, которую я вам уже показывала, это вот «Принципы первых», тоже буду читать Евгения Черняка. Я смотрю сейчас его видео на Ютубе. Это просто очень позитивный человек-пример, который просто, вы знаете, вот, когда у вас плохое настроение, вы включаете его видео с его семинаров, лекций. Даже там, где он берёт интервью у знаменитых людей, и сразу автоматически вам хочется поднять пупу с дивана и пойти что-то делать. Вот, поэтому все те, кто потерял мотивацию, даже не обязательно читайте его книги. Просто включите его видос. У него есть канал на Ютубе, так и называется Big Money. Там, где он рассказывает про свой бренд, про свою компанию, про то, как стать успешным. Ну, в общем, если вам интересно, если вы предприниматель, возможно, у вас свой бизнес, или вы просто хотите его построить, просто хотите вдохновиться что-то делать, то вот обязательно посмотрите, обратите внимание на его канал. Вот как-то так.